На этой неделе сотрудники правопорядка зарегистрировали 4 ДТП с материальным ущербом, два из которых с пострадавшими. На улице Силкино водитель Лады Весты в жилой зоне при повороте направо не уступил дорогу велосипедисту, ехавшему по тротуару. После данного происшествия велосипедистом ставить обратился в приемное отделение КБ-50, где его осмотрели и отпустили домой. После этого наши сотрудники выехали на место и оформили ДТП. Еще одно ДТП с велосипедистом произошло на улице Железнодорожной. Водитель Фольксвагена при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу двухколесному транспорту, ехавшему по тротуару. Велосипедиста доставили в больницу. После осмотра врачом отпустили домой. Сотрудники правопорядка просят водителей и граждан, которые управляют велосипедами и самокатами, быть бдительными на дорогах. Передвигаться правильно, не передвигаться вдвоем на средствах идеальной мобильности, на электросамокатах. Пересекать проезжую часть, так как положено, тоже игнорируют. Они, скажем так, маленько не понимают то вещи, что водитель, который движется по проезжей части, не в состоянии увидеть быстро двигающийся электросамокат и вовремя не принимает меры к снижению скорости. Этим летом сотрудники правопорядка планируют провести ряд профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма. Также пройдут рейды, направленные на выявление нетрезвых водителей. Внимание уделят и тем, кто катается на самокатах и велосипедах.